Целеустремленности есть. Ну хорошо, скажем, посмотрела, оценила, да, мне подходит, целеустремленность. Но ведь может быть такая ситуация, что у мужчины немножко другие взгляды на тебя, девушка, конкретно. Ну, по-другому видит ваши отношения. Пока не готова жениться, или может быть, хочет, чтобы ты была у него в роли подруги. А, погулять, да, посмотреть еще, да? Ну да, да, ну как бы, пока еще не ставить штамп, скажем так. Вот, во-первых, конечно, не стоит, наверное, на него обижаться, у каждого свое, как бы, видение, да? Но как понять, что пока ему рано, например? Пока ему рано что? Пока ему рано, например, жениться, он не готов сам по себе. Или такого, в принципе, не может быть? Мы можем все решить. Я понял, понял, о чем вы говорите, да. Вы знаете, если женитьба мужчине невыгодна, он и не будет жениться. Он будет жить вместе, там, 5-10 лет, могут быть совместные дети. И, знаете, при этом он будет совершенно искренне считать, что он-то свободный человек. Угу, с детьми. Ну и что? Ну я же не женат, да? А девушка будет совершенно искренне считать, там, мы же семья, у нас же дети, да? Это очень распространено сейчас. Распространено. А потом выяснится в какой-то прекрасный или непрекрасный момент, что там, с ним что-то случилось. И приезжает его мама, а еще хуже, там, его бывшая жена, с которой он формально не развелся. И какую-то часть имущества она забирает. И суд встает на пользу тех... Ну, штаб в паспорте, да, себе очень важен. Да. Что делать? Как семейный консультант я всегда говорю, что вот эта формальная регистрация брака, это та дополнительная капелька клея, которая помогает отношениям прожить сложные периоды. Когда они будут? Я говорю, когда они будут? Они будут однозначно. Есть нормативные кризисы. Вот. Их стоит ожидать. Но это помогает. Как его, скажем так, уговорить, чтобы, может быть, он вот... Или как намекнуть ему правильно, чтобы он сделал предложение? Ну, во-первых, не намекать, а говорить об этом прямо, совершенно спокойно, да. Есть общая такая стратегия, как выходить замуж. Нормальный срок от знакомства до женитьбы где-то в течение года. В течение года, да. То есть, если мужчина тянет уже пятый год, вряд ли у вас высокие шансы. Можно его подтолкнуть, но шансов намного меньше. Надо успевать раньше. И это делается так, что до мужчины доводится прямым, открытым текстом, что в браке ему будет лучше, что в браке он получит больше, он будет более счастливый, будет больше времени вместе, больше общения. И будет какая-то часть его свободы нетронутая. Иначе получается, а где ты был, да, вот что, вот давай с тобой. А зачем ему это надо, с другой стороны? Конечно, это напрягает, да, да, да. Ну, хорошо.